Ты веришь, что делай это, и пытаясь распространить информацию, ты будешь вознагражден. Что ты будешь вознагражден еще больше в раю. Или ты делаешь это, потому что искренне хочешь спасти меня. И то, и другое. Почему не может быть и то, и другое? Почему это должно быть взаимоисключающим? Это может быть хорошо, потому что я хочу добра для людей. И также Аллах вознаграждает меня, потому что я хочу добра для людей. Разве не имеет смысла, если ты хочешь добра людям? Аллах вознаграждает тебя за желание добра людям. Так что это не взаимоисключающее. Так что это моя позиция. Но прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе вопрос. Потому что ты сказала, что ты не веришь в Создателя. Можешь ли ты сказать мне, откуда взялась Вселенная? Вселенная? Да. Большой взрыв. Большой взрыв? Ты знаешь, что такое большой взрыв? Да, типа взрыва. Нет, большой взрыв – это энергия и материя, сжатые в сингулярность, которая очень быстро расширялась. Хорошо? А откуда взялись энергии и материя? Они уже существовали во Вселенной? Нет, нет, в то время не было Вселенной. Ну, они уже существовали. Откуда? Как? Откуда они взялись? Ну, ты можешь вернуться. Я тоже могу задать тебе такой же вопрос. Откуда появился Аллах? Отличный вопрос. Я бы ответил на это, сказав, что у тебя не может быть бесконечной цепочки зависимых вещей. Это означает, что у тебя не может быть кого-то, кто создал Аллаха. В противном случае ты будешь вынужден задать тот же вопрос. Кто создал того, кто создал Аллаха? А затем ты спросишь, кто создал того, кто создал того, кто создал Аллаха. Если бы у нас была бесконечная цепочка зависимых вещей, нас бы не существовало сегодня. Тот факт, что мы существуем, означает, что цепочка зависимых вещей не продолжается. И есть что-то вечное, всегда существующее. И мы говорим, что это то, что мы называем Аллахом. Это очень простой ответ на твой вопрос. Но теперь можешь ты ответить на мой вопрос. Касательно энергии и материи. Как они расширялись сами по себе? И откуда они взялись? Я не знаю, потому что я не ученый. Хорошо, я хочу, чтобы ты подумала. Да, даже у ученых нет ответа на этот вопрос. Они не помогут тебе в этом, верно? Потому что, чтобы не было до Большого Взрыва, это находится за пределами науки. Потому что наука основана на материализме. И на том, что мы можем наблюдать. Видеть? Верно. И они говорят, что во времена Большого Взрыва существовало бесконечное количество уравнений. А это означает, что все законы, которые мы используем сегодня, неприменимы в то время. Поэтому мы не можем понять, что там происходило. Поэтому они признают, что они не знают, что происходило во время Большого Взрыва или до Нева. Теперь мы знаем, что энергия и материя не являются сознательной сущностью, которая движется сама по себе. Правильно или неправильно? Атомы не движутся сами по себе. Следовательно, для их существования требуется причина. Это первое. И второе. Им требуется причина, чтобы они расширялись, чтобы у нас была та Вселенная, которая у нас есть. И представь себе, что это просто произошло. У нас есть эта великолепная Вселенная, галактики, звезды и орбиты каждой планеты, электромагнитные волны, гравитация. Это работает очень точно, позволяя жизни существовать. И все это просто произошло. Верно? Итак, мы говорим, какой из выводов является более рациональным? Утверждать, что «О, я не знаю, это просто произошло», или утверждать, что так было задумано? Ну, я не говорю, что это просто произошло. Я говорю, произошла наука. Почему ты это утверждаешь? Для меня нерационально говорить, что там есть какой-то парень на небесах, и он... Мы не говорим, что есть парень. Разве нет? Мы не говорим, что есть парень. Это христианство. Да. Мы говорим, что есть высшая сущность, высшая сила, Аллах. Но для меня это нерационально. Почему? Зачем мне верить в существование того, чего я никогда не видела, и не слышала, и не чувствовала? У тебя есть мозг? У тебя есть мозг? Нет-нет, подожди. Я хочу задать более важный вопрос. У тебя есть мозг? У тебя есть мозг? Да. Ты видела свой мозг? Ну, я могу увидеть. Нет-нет, ты видела свой мозг? Я могу увидеть его. Нет-нет, ты не отвечаешь. Я могу увидеть его завтра. Нет, давай шаг за шагом. Ты сказала, что не видела своего мозга, и ты сказала, что не можешь поверить в существование того, чего не видела. Так почему же ты веришь в существование своего мозга, если ты его не видела? Я знаю, что он там. Что? Я знаю, что он там. Хорошо, значит, тебе не нужно видеть что-то, чтобы поверить в это. Верно? Я видела мозги. Нет-нет, я сейчас. Я не видела свой мозг, но я никогда не видела никакого Бога. Хорошо. Теперь ты хочешь отказаться от своей позиции, что тебе нужно видеть что-то. Или ты все еще хочешь остаться на своем заявлении. Хорошо, это не обязательно видеть. Но мне нужны доказательства того, что Бог там. Мне нужен опыт. Я ощущаю свой мозг, потому что я очень умная. Хорошо. Но я никогда не ощущала Бога. Ты была в Китае? Что такое Китай? Это страна. Откуда ты знаешь? Ты там никогда не была. Я не знаю, где доказательства того, что ты только что сказала. Я не буду ходить вокруг о существовании Китая. Я не настолько скептик. Так существует ли Китай? Вероятно. Вероятно. Почему? Ведь у тебя нет доказательств на это. Я видел китайцев. Нет, я пытаюсь донести свою точку зрения. Я знаю, что в глубине души ты не веришь в то, что говоришь. Тебе не обязательно нужны доказательства всего, чтобы поверить в это. У тебя нет убедительных доказательств, что Земля круглая. Но ты все еще веришь, что Земля круглая. У тебя нет убедительных доказательств того, что твой врач... Ты была в больнице? Да. Хорошо. Когда тебе говорят принять это лекарство, ты принимаешь его? Или ты просишь его показать тебе квалификационный аттестат? Где он учился, чем занимался? Ты делаешь это? Я просто принимаю. Хорошо. Почему? У тебя ведь нет доказательств того, что он надежный врач. Или что есть веские доказательства? Доказательством является то, что он сидел в кресле. Ты понимаешь, о чем я говорю? То есть он сидел в кресле. Извини. Он сидел в кресле в кабинете врача, значит, его выбрало правительство. То есть это свидетельство. Это свидетельство правительства, что это надежный и способный человек. Значит, свидетельство и показания – это достоверный источник зданий. Тебе не нужно видеть это самой. Хорошо. Я воспринимаю твое свидетельство как достоверный источник зданий. Итак, теперь мы согласны, что тебе не обязательно что-то видеть, но свидетельство — еще один достоверный источник. Я просто хочу, чтобы ты поняла. Но мне хотелось бы получить какой-то опыт, прежде чем совершить что-нибудь. Нет, я не говорю о совершении, я только... И у меня есть парень мусульманин. Я очень открыт для обсуждения возможностей существования Создателя. Я все еще сомневаюсь. Да-да, я просто пытаюсь заставить тебя понять, что твое мировоззрение иррационально, верно? Потому что, к сожалению, многие люди, агностики или атеисты, приходят к мусульманину или религиозному человеку и думают, что у них есть более высокая интеллектуальная основа, с которой они теперь могут подвергнуть сомнению, что у него есть. Хотя в действительности у них ни для чего нет оснований. Нет оснований для морали, нет объяснений того, как существует Вселенная, верно? Да, никаких пояснений к разным источникам знаний. Если это твоя позиция, то тебе нужно пересмотреть ее. Если бы я был на твоем месте, я бы подумал, почему я верю в то, что верю? Почему я нахожусь в позиции, когда ничто не имеет смысла и ничто не имеет значения? Я бы сказал, что Вселенная... Отвечая на твой вопрос, я бы сказал, что Вселенная является свидетельством существования Создателя. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Можешь ли ты создать Вселенную? Ты можешь создать Вселенную? Ну, не в таком масштабе. Хорошо, что тебе нужно, чтобы создать Вселенную? Какие атрибуты тебе нужны? Я не думаю, что тебе нужны атрибуты. Я не думаю, что тебе нужны атрибуты. То есть тебе не нужны знания, не нужна мудрость, чтобы создать миллионы звезд и галактик. Тебе не нужна сила для создания атомов. Если расщепить один из них, происходит атомный взрыв. Я не думаю, что тебе нужно что-то из этого, чтобы создать Вселенную. Тогда ты сама можешь создать её. Прошу. Создай Вселенную номер два. Я не учёная. Нет, ты только что заявила, что тебе не нужна сила, энергия, знания. Тебе ничего не нужно, чтобы создать Вселенную. Тогда ты сама можешь создать её. Ну, я не могу создать большой взрыв и сингулярность. Почему нет? Конечно, я не могу. Почему нет? Конечно, я не могу. Нет-нет, я спрашиваю, почему бы и нет? Дай мне причину. Потому что я человек. Ты человек. То есть у тебя ограниченные атрибуты. Ты это говоришь? Да. Поэтому тебе нужны максимальные атрибуты, чтобы сделать это. Верно. Это то, что я пытаюсь донести. А максимально совершенными атрибутами обладает только Бог. Я не думаю, что тебе обязательно обладать атрибутами. Я думаю, что ты должен быть наукой, чтобы сотворить такое. Ты знаешь, что такое наука? Да. Его определение? Да. Что такое научный метод? Всё, что вокруг нас. Наука воплощает в себе очень многое. И наблюдение. У него есть определение. Ты знаешь определение научного метода? Нет. Хорошо. Когда ты говоришь, что тебе нужно быть наукой, это не имеет рационального смысла. Очевидно, ты понимаешь. Да, хорошо. Потому что наука – это не сущность, с которой можно прикасаться, и которая может делать что-то верно. Наука – это концепция. Научный метод – это исследование физического мира посредством экспериментирования, повторения и фальсификации. Это определение научного метода. Ты знаешь, кто разработал этот метод? Это мусульманин. Его звали Хасин ибн Хаитим в Андалусии. В его книге «Оптика» он разработал новый научный метод, который вы используете сегодня. Поэтому, когда вы говорите с мусульманами о науке, мы очень хорошо знаем, что такое наука. Наука – это всего лишь инструмент. Это инструмент, который вы можете использовать, чтобы обнаруживать вещи. Я не думаю, что наука – это инструмент. Наука – это начало. Начало чего? Я не думаю, что наука – это наблюдение. Я думаю, что наука – это одновременно и наблюдение, и всё. Две минуты назад ты сказала, что это наблюдение. Это наблюдение, но также и сами вещи. Происходит операция, и есть наблюдение. И в науке есть то, что происходит, а также наблюдение. После этого у вас есть результаты и у вас есть классификации. У вас типа... Где в науке то, что ты сказала? Где я могу увидеть эту науку, что внутри неё происходит всё это? Где эта наука, в которой я могу видеть, что происходит внутри? Ты постоянно можешь видеть это. Что это, скажи мне? Смотри, ты можешь увидеть экспериментирование, повторение и фальсификация. Мы можем видеть, что происходит. Мы видим всё время. Мы видим химические реакции. То есть, когда я пью воду, происходит наука, верно? Когда я пью воду, это наука? Сейчас мы занимаемся наукой? Конечно. Хорошо. Всё может быть естественной наукой. Разве мы не двигаемся постоянно во время разговора? Хорошо. Всё в порядке. Ты можешь сказать мне, ты учёная? Позволь мне задать тебе вопрос. Ты учёная? Нет. Хорошо. Можешь ли ты привести одного учёного, который определяет науку как всё? Прошу. Учёного, который определяет науку как всё? По сути, это твоё определение, что всё является наукой. Какие учёные на Земле определяют науку как всё? Я не знаю, и мне всё равно, ведь я так определяю. Ты ведь не учёная. И что? Тогда на каком основании ты определяешь науку? Потому что я всё ещё могу говорить о чём-то, не буду деквалифицированным. Нет. Ты определяешь это. Это другое. Если бы я была учёной, ты бы принял мой ответ. Нет. Я бы спросил тебя, какова твоя квалификация? И на каком основании ты пришла к такому выводу? Я только что дал тебе общепринятые определения. Наука — это изучение физического мира. Мы должны изучать вещи, которые материальны. Ну, тебе не обязательно ограничиваться на изучении материальных вещей в науке. Хорошо. Что мы изучаем в науке? Осязаемые вещи, которые мы можем потрогать. Извини. Вещи, которые осязаемые. Вещи, которые... Да, это и значит материальные. Хорошо. Если ты это имеешь в виду под материальным, то это неправда. Потому что в науке нам не нужно изучать только материальные вещи. Нам не нужно изучать материальные вещи. Мы можем изучать вещи, к которым мы не можем прикоснуться. Как теория струн. Хорошо. Разве теория струн не основана на том, что происходит в космосе, которая представляет собой материю? Да, хорошо. То есть это всё-таки материально? Да, но мы не можем коснуться, это не материально. Ведь вся Вселенная состоит из атомов и материи. Она не материальная. Я спросил, под материальным ты подразумеваешь то, что можно потрогать, и ты сказал «да». Да, и Вселенная является таковой. Она состоит из атомов. Её нельзя коснуться. То есть мы не можем коснуться вещей? Хорошо. Честно говоря, смотри. Я бы порекомендовал тебе просто подумать о нашей дискуссии. Я полностью открыта. Нет, всё в порядке. Но при всём уважении, ты сказала, что тебя зовут Брук, верно? При всём уважении, но ты говоришь о вещах без знания. Я понимаю это, потому что я спросил тебя о вещах, и ты просто отвечаешь без исследования. И ты не знаешь о них. И я бы не сказал, что придумывание вещей и определений – это правильный путь, верно? Лучше всего смириться и сказать «я не знаю». Мне нужно разобраться в этом подробнее и прийти к какому-то выводу. Верно? А не придумывать вещи и придумывать свои определения, и придумывать собственные неправильные ответы на вопросы. Верно? Всё, что я говорю, это подумай о своём личном существовании и о том, как возникла эта великолепная вселенная, требующая максимально совершенных атрибутов, как ты согласилась со мной. Я так не думаю. Я думаю, что Большой Взрыв был случайностью. Я не считаю, что тебе нужны максимально совершенные атрибуты. Я не думаю, что это идеально. Как произошла случайность? Откуда произошла случайность? Откуда взялись энергия и материя? Как они начали двигаться? От того, что было раньше. Что было раньше. Но я могу сказать, откуда появился Аллах? То, что я сейчас вижу, что мы ходим по кругу. Потому что я уже отвечал на этот вопрос раньше, не так ли? Да. Ладно, слушай. Подумай о том, что я сказал. И я не пытаюсь просто поставить тебя в неловкое положение. Я пытаюсь заставить тебя подумать, хорошо? Потому что, когда ты говорила с моим братом, ты полагала, что ты в выгодном положении. И ты больше склонен думать, что тебе нужны оправдания. Но с твоей позицией у тебя тоже есть что оправдывать, верно? Я думаю, что наша позиция – это самая рациональная позиция, которая может существовать. И любая этоистическая позиция является рациональной позицией, верно? Позиция же атеиста является иррациональной позицией, потому что она отвергает это великолепное количество свидетельств вокруг вас, существования Вселенной, существования тебя, что является признаком существования Творца, не так ли? Все, что я говорю, это просто подумай о том, что я сказал. Прочитай Коран. Если у тебя будут вопросы, добро пожаловать обратно. Спасибо. Без проблем. Приятно было поговорить с вами. Джазаку Аллаху Хайран. Алейкум ассалам.